Toyota Hilux GR Sport. Я даже не помню, когда у нас в последний раз были такие машины. Смотрите, какой он красивый, контрастный. Вот белый с этими темными вставками, с значками GR. Прям здорово смотрится. По бокам тоже есть темные пластиковые вставки. И сразу давайте посмотрим, что у нас здесь в кузовке. Кузовок у нас уже с подготовкой, внутри с вставкой. Здесь ничего не нужно доделывать, с петлями. Мне кажется, что у GR Sport они на самом деле всегда, по-моему, такие голые. Мне кажется, не видела. Давайте заглянем на второй ряд. В пикапах всегда вертикальная посадка. То есть для дальних путешествий это не самая удобная машина. Но это не только здесь. Это, собственно, в любом пикапе. Здесь есть подлокотник, за что уже спасибо. Есть вот такие вот крючочки, ведь здесь места для хранения нет. Соответственно, сюда куртку, пиджак можете повесить. Пойдемте-ка вперед. Бесключевой доступ, старт-стоп и электросидение. Стартуем автомобиль. Видите, надписи JAR, они здесь везде есть. Рычажок управления круизом. Подрулевые. Стандартная приборка JAR с цветным дисплеем посередине. Аналоговые колодцы. Далее. Смотрите. Двухзонный климат-контроль здесь есть. Шайба управления режимами трансмиссии. Как это бывает всегда у этой машины. Здесь получается у нас H2-H4 и L4 понижайка. Дальше. Вот здесь блокировка зада. Заднего дифференциала. Так, двухзонный я вам, по-моему, говорила. Здесь камера должна быть 360. Да, совершенно верно. Вот она. И, ну, она такого среднего качества, как я обычно говорю. В общем, в каждом таком видосе видно и ладно. Но здесь очень красивый салон. Прямо реально красивый. Смотрите. Черный кожзам. Такой жесткий, как и должно быть у пикапа. И вот эти вот вставочки алькантаровые с просветом красным. Прямо очень-очень симпатично это выглядит. Брутальная машина. Красивая. И главное, она прям очень надежная.